Здравствуйте, уважаемые председатели и уважаемые учреждения в Государственной финансовой комиссии. На защиту предстоит Министерство администрации Жанна Васильевна Евгеньевна, на тему в Государственной чатной подмоге, в расстоянии сотрудников и действительных субъектов. Продолжение следует... 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 партнеров проекта и выступает как руководство их пояснения. Основные нормативно-правовые акты в сфере государственной частной партнерства в Кыргызстане. Основным нормативно-правовым актом, в Кыргызстане, является закон о государственной частной партнерстве, который был принят 22 февраля 2012 года. Для равноправного участия каждой стороны, я хотела, чтобы сторонка внесла свой желательно на ценный вклад. Со стороны частного сектора, это могут быть финансовые ресурсы, высококвалифицированные специалисты, эффективное управление, гибкость и оперативное принятие решений. Со стороны государственного сектора, это стабильность, долгосрочное развитие на Кыргызстане. Как достигнутся в настоящее время, макроэкономический показатель свидетельствует о том, что за годы реформ, а именно с 1994 года до 2016, Кыргызстану полностью не удалось реализовать свой потенциал в условиях рыночной экономики. Хочется отметить, что если проанализировать структуру международной торговли, то наблюдается возрастающий отрицательный баланс. Это свидетельствует о том, что после открытия границы Кыргызстан потерял свою международную конкурентоспособность не только на мировом рынке, но и выкратил ее на внешнем рынке. То есть это еще раз доказывает то, что Кыргызстан за 20 лет реформирования не смог достичь определенных межнезаторов. Продвижением государственных частных партнерств в Кыргызской республике занимаются не только государственные органы, но и также частный сектор. Со стороны государства, уполномоченным органом является Министерство экономики, государственным органом по управлению риском выступает Министерство финансов, также принимает участие Торгово-промышленная палата и Национальный стратегический комитет. Хочется отметить, что по оценке Национального статистического комитета была проведена оценка готовности по определенным критериям и выявлено, что Кыргызстан только лишь на 60% готов к тому, чтобы реализовать государственно-частное партнерство. На сайте представлены недостатки и плюсы по определенным критериям, что свидетельствует о том, что по сравнению со странами Восточной Европы и Центральной Азии, что свидетельствует о том, что Кыргызстан находится действительно еще только на начальном этапе развития. На следующем сайте мы можем увидеть оценку готовности ГЧП и которая показывает нам о том, что Кыргызстан имеет потенциал развития государственного частного партнерства при определенном, скажем так, вмешательстве в данный процесс со стороны государства. В ходе исследования были рассмотрены приоритетные направления развития государственного частного партнерства в определенных отраслях, а именно образование, здравоохранение, транспортная инфраструктура и энергетическая отрасль водоснабжения, строительство автомобильных дорог. Для того, чтобы государственное частное партнерство Крыгской Республики все-таки начало развиваться, так как на сегодняшний день на стадии рассмотрения находятся более 200 проектов, но ни один из проектов ГЧП до конца еще не был реализован. Два проекта доходили до этапа проведения, скажем, даже тендера уже, но в связи с коллизием нормативно-продолжных факторов так остались на рассмотрении. Для того, чтобы ГЧП все-таки начало развиваться в Крыгской Республике, необходимо, чтобы была определена сложная система управления ГЧП, также определились объекты управления ГЧП, потому что в законе ГЧП так и не определен, что же является действительно объектом государственного частного партнерства. Необходимо провести реформы законодательства, которые включают не только закон о ГЧП, но и налоговое законодательство, замуженный бодекс и так далее, а также кубликацию стратегических, практических, руководящих принципов и стимулирование развития рынка ГЧП. Таким образом, использование механизма государственного частного партнерства в Крыгской Республике позволит избежать недостатков прямого государственного регулирования экономики и провала рынка. Основной объект поддержки ГЧП состоит в том, что и государственные частные секторы экономики обладают собственными уникальными характеристиками и преимуществами, при объединении которых формируются условия эффективных действий и достигаются наилучшие результаты. Спасибо за внимание. Татьяна Евгеньевна, есть пару вопросов. Скажите, пожалуйста, вот по приоритетным направлениям проекта ГЧП, вы перечислили в раздаточном материале сферы деятельности. Какая, на Ваш взгляд, сфера деятельности больше всего, в Вашем обиде, оценочное мнение какое-то, или есть, не знаю, это, экологический материал, используя этот механизм в присутствии частного партнерства? Я исследовала несколько, и мое личное мнение, мне кажется, что наиболее необходимо образование здравоохранения и энергетической отрасли. Я могу коротко, если можно. Это необходимо? Это необходимо. А на практике что происходит? На практике в настоящее время это только транспортная инфраструктура и немножечко строительство автомобильных дорог. Образование здравоохранения нет, даже не питается. Ясно. И еще вопрос, собственно, вытекает здесь, Владимир Владимирович, скажите, а какие это подвижки? Вы на какой временной период исследовали? Какое это движение замечено и в каких сферах имена? Я начала рассматривать проекты с 2012 года, и на 2012 год это было всего 8 проектов, а на январь 2017 года это уже было 218 проектов. Спасибо. У вас 16-й плакат, который здесь. Транспортная инфраструктура и строительство автомобильных дорог, а что на автомобильные дороги не входят в транспортную инфраструктуру? По транспортной инфраструктуре я больше включала туда аэропорт и железную дорогу. Транспортная инфраструктура и строительство автомобиля, и второй вопрос, я тоже плохо понимаю. Теоретические основы государственно-частного партнерства. Дело в том, что когда я начала исследование государственно-частного партнерства, я столкнулась с тем, что конкретного определения, теоретического определения подхода государственно-частного партнерства существует очень много. То есть и практически огромное количество определений, которые разнятся по своей, скажем так, структуре, формулировке и так далее. Поэтому я рассматривала определения на определенные группы в своей работе и с различных точек зрения подходов уже объективливая. Еще вопросы? Нет? Тогда, пожалуйста, выясняйте. Можно? Спасибо. На медицинскую диссертацию были получены отзывы и рецензии. Рецензент отмечен достоинства, комплексность исследования. Рецензент внешний, да? Внешний, естественно. Да. Отмечены недостатки. Можно, да? Недостатки. По нашему мнению, недостаточно рассмотреть зарубежный опыт по исследуемой проблеме. Но отмеченный недостаток не снижает высокой оценки проведенного исследования. Тем не менее, вы согласны? Согласны? Рецензент, министр. Отзыв, какой оценок? Отзыв. Отзыв. Отзыв научного руководителя оценивает работу штатовой как соответствующую требованию положения магистрской подготовки, заслуживает степень самортиза. Да. Ну если это, началось положительный? Нет. Отлично. Вот. Я хотел обратить внимание. У нас в ночной диссерт министр экономики Кыргызской Республики. Выпускник военной миг. И вот вся статистика и преддипломная практика прошла непосредственно в Министерстве экономики.